В нашем городе впервые в России появилась умная аптека. Там работают не люди, а настоящие роботы. Если раньше складировать лекарства, вести их учёт, следить о сроках годности должны были медицинские работники, то теперь это делает специальная автоматизированная система. Как это работает? И почему это важно для пациентов? Я сегодня приехала в городскую клиническую больницу 67, где эта умная аптека и находится. Всё, вижу своими глазами. Главный врач городской клинической больницы номер 67 имени Ворохобова Шкода Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Как раньше происходил учёт, складирование всех лекарств, которые перемещаются по больнице, чтобы доставиться, собственно говоря, пациентам? Вы знаете, как было раньше, вы сейчас можете немножко увидеть, как было раньше, вот стеллажи, и вручную эти стеллажи разбирались непосредственно с сотрудниками аптеки, и заказы приходили из отделения, и вручную это всё формировалось. Как стало, и как уже робот сформировал для отделения, можно посмотреть вот за этой дверью. Как это произошло? Можно посмотреть? Да, можно посмотреть, кстати говоря. Так. А, ну то есть вот боксы, это... Да, вот эти боксы, которые уже сформированы непосредственно роботом, вы сейчас увидите, как это происходит. Предварительно я показал, как он уже выполнил определённую часть работы. Поэтому... Но у него ещё предстоит работа, и много их предстоит работы, поэтому я бы хотел вам показать, как это всё-таки происходит в Ауче. Ну тогда пойдёмте посмотрим, как это всё происходит внутри. Пойдёмте. Пойдёмте посмотрим. Если вы видели стеллажи, как было раньше, то вместо стеллажей вот находится такой специальный склад автоматизированный, где находятся лекарственные препараты. Здесь 13 полок в этом складе, и можно выбрать любую полочку, и отправить целиком коробку непосредственно уже в отделение. А как вот это работает? Мы можем это включить сейчас? Да, можно включить. Вот. И здесь вот таким образом находится... Вот, например, восьмая полка, находятся лекарственные препараты, и они могут также уехать сразу в отделение. Угу. Хорошо. Но вот я вижу, что здесь есть огромная история, которая, видимо, и является этой умной аптекой. Да, но мы сейчас находимся как раз, где непосредственно происходит чтение лекарственных препаратов. Вот лекарственные препараты по треку поступают непосредственно на сенсорную панель. А вот как они сюда поступают? Сотрудник аптеки происходит формирование трека здесь, можно его сформировать. А, то есть просто давайте возьмём этот селок. Сейчас, смотрите, я принимаю участие в процессе складирования лекарств в умной аптеке. Они начинают двигаться, соответственно. Сейчас, видите, по треку попали сюда лекарственные препараты. Вот. Он считывает вот здесь лазерное считывание, и он отдаёт другим двум роботам, которые распределяют эти лекарственные препараты по разным ячейкам. А вот что он считывает, кстати? Он считывает штрих-код и, соответственно, размещает этот лекарственный препарат на каждую, соответственно, ячейку. Всего таких ячейок около 100 тысяч. Таким образом, при необходимости, когда формируется заказ из отделения, он достаёт тот лекарственный препарат, который необходим, и после этого формируется заказ уже непосредственно в отделении. Но приоритетным всё-таки является формирование заказа для отделений. И если уже сформированы все ячейки заполненные, и нужно какие-то другие действия производить, то прежде всего мы можем дать задание роботу на формирование заказа для отделений. И вот сейчас вы посмотрите, как происходит формирование заказа для отделений. То есть два робота будут формировать для разных отделений, например, отделение офтальмологии, отделение реанимации 4, отделение реанимации 5, будет формироваться двумя роботами заказ в отделении. Сейчас вы увидите, как это происходит. Вот смотрите, этот робот сейчас будет формировать заказ. Вот видите, он забрал. Сейчас он пока раскладывает. Но вообще сейчас будет формироваться заказ. Вот он проехал. Он сейчас возьмет. Вот видите, он взял. И вот он сейчас формирует заказ для отделения. Теперь после того, как он сформирует, он опять, видите, забирает. Вот, складывает. И этот заказ должен поступить на верхний трек. После чего он будет поступать непосредственно в ту емкость, в тот контейнер, куда будет направлено в это отделение. Скажите, пожалуйста, а он может вот на этом этапе, например, ошибиться или засомневаться? Нет, он не может засомневаться. Это уже здесь сомнений нет. Трек пошел. И вот эти лекарственные препараты будут формироваться для отделения. И то есть потом сюда уже человек приходит? И он уже забирает. И вы уже видели те готовые контейнеры, которые стоят для отделения. А сколько примерно по времени занималось собрать вот такой целый, например, бокс человеку? И сколько по времени это требуется умной аптеке? Ну, вы знаете, важнее всего, важнее всего прежде всего... Конечно же, робот работает быстрее, чем человек. Но важно другое, что он не ошибается. Человек может все равно так устроен, но большая нагрузка, усталость, то робот никогда не устает. Он четко формирует заказ. И вопрос-вопрос именно безопасности стоит на первом месте. Вот я, насколько понимаю, проект умная аптека в вашей больнице пилотный, да? То есть... Да, это пилот, и он единственный робот на сегодняшний день в Российской Федерации, который именно, так скажем, в производственной аптеке, который начал функционировать и работать. Андрей Сергеевич, спасибо вам большое за экскурсию по умной аптеке. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов. Пациент и человек всегда на первом месте. Любите себя и свой город москвичей. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok